Дорогие друзья, приветствую вас в городе-курорте Анапа, поселок Юровка. И сегодня мы с вами посмотрим обзор на КП «Лазурный». Здесь домик можно купить от 5,5 миллионов. Здесь уже есть подведение коммуникаций, есть асфальт и готовые дома, которые вы можете посмотреть в нашем видеообзоре. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Мария Страчук, я застройщик, компания «Стройдом Анапа». И сегодня хочу вам рассказать про коттеджный поселок «Лазурный», в котором вы можете приобрести себе дом. Здесь имеются дома свободной продажи от 75 квадратных метров до 110 квадратных метров, одноэтажные и двухэтажные. Юровка расположена у нас между двух морей. Это Черное и Азовское море, расстояние до Анапы в районе 30 километров, до Темрюка, Азовского моря, а в районе 50 километров. Коттеджный поселок «Лазурный» находится именно в Юровке. Адресное предназначение у вас будет Анапский район, село Юровка. Коттеджный поселок «Лазурный», который находится именно в селе Юровки, рассчитан на 92 дома. Это первый и единственный на сегодняшний день такой коттеджный поселок в данном населенном пункте. Здесь все улицы будут асфальтированы. Дорожка к калитке в асфальте и заезд под автомобиль тоже в асфальте. По обе стороны каждой улицы ливневые каналы. Из коммуникаций в коттеджном поселке «Лазурный» подведение к каждому дому электричества 15 киловатт, центральное водоснабжение и септик в виде выгребной ямы на 6 кубов. Юровка – это небольшой населенный пункт. Численность населения порядка 6-7 тысяч людей, довольно-таки с развитой инфраструктурой. Здесь имеется садик, школа, магазины, аптека, поликлиника, Сбербанк, почта. Все-все-все, что необходимо для комфортной жизни. В Юровке имеется ЖД-станция, с которой вы можете добраться как до Крымска, так и до Краснодара. Имеется сообщение с городом Анапа. Каждый час ходит автобус. В Юровке можно сказать, что это довольно-таки спокойное сельское поселение, в котором все занимаются сельским хозяйством, либо работают на каких-то фермерских предприятиях. Вот даже сейчас мы с вами разговариваем. За поселком находится поле, и там пасутся коровки. То есть вы здесь можете прикупить фермерские продукты, такие как молоко, сырый, творог, что будет полезно для вашего здоровья. Помимо готовых домов под продажу, у нас есть свободные участки, которые вы можете выбрать и построить свой дом с нуля, как по нашему проекту, так и по своему проекту. Давайте посмотрим с вами вот этот дом. Расположен он на участке 5,5 соток. Ширина фасада 18 метров. К нему будет подведение 15 кВт электричества. Есть люк под центральное водоснабжение, и также имеется септик в виде выгребной ямы на 6 кубов. На этой улице выполнена сваль, дорожка к калитке заасфальтированной, заезд на машиноместо. По фасаду уже выполнен каркас под забор, который будет из евроштакетов в цвет кровли. Как правило, у нас здесь коттеджный поселок в таком европейском стиле, то есть по каждой стороне улицы одинаковый цвет кровли. Соответственно, забор по фасаду будет в цвет кровли. И забор у нас выполнен на ленточном цоколе. Дом одноэтажный, площадь которого 97 квадратных метров. Он стоит на ленточном фундаменте. Стены из керамзитового блока 250 мм шириной. И по периметру дома утепление пенопластом пятеркой. Наружная отделка караед под покраску. Кровля металлочерепица. Три слоя утепления. По периметру всего дома выполнена бетонная отмостка. Высота цоколя 50 см. Это у нас выходная группа. На ступеньках и на кроличке укладывается плитка. Керамогранит. Дверь у нас довольно-таки массивная. Трехконтурное утепление. Снаружи выполнено антивандальное покрытие. Внутри накладка из дерева. Ее можно всегда заменить под свой вкус. На входе у нас пластиковые откосы. Эта пленочка у нас снимается. И они у нас будут белыми. Стены отштукатурены, отшпаклеваны. Под дальнейшее выполнение ремонта в этом доме. Мы попадаем в прихожую. Площадь которой 4 квадратных метра. Здесь, как правило, выполнены ниши под шкаф-купе. Чтобы не загромождать дом дополнительными шкафами, здесь можно раздеться и пройти в дом. Высота потолков в чистоте 2,90. По всему дому у нас выполнена разводка теплого пола. Потолки зашиты гипсокартоном. Дальнейшим здесь будет отделка обоями под покраску. Так вот выглядит сам коридор. Данная планировка этого дома у нас имеет 3 спальни, санузел, кухню-гостиную и котельную в доме. Это котельная, площадь которой около 3 квадратных метров. Здесь у нас имеются выводы под топительный электрический котел, гребенка теплого пола. Также сюда устанавливают водонагреватель. Здесь есть распредщиток по электричеству с разводкой по всему дому. Умеется лаз на чердак, окно, которое будет вам служить как дополнительное освещение, так и дополнительное проветривание. И также вент-канал для вентиляции. Далее мы не пойдем в кухню-гостиную, а посмотрим сначала спальню. Пойдем против часовой стрелки и первая спальня, в которую мы попадаем с эркером. Не забывайте, что по всему дому сделано отопление теплым полом. И под каждым окошком также есть выводы под радиатор отопления. Спальня имеет площадь 15 квадратных метров. Здесь выполнено место под кровать с прикроватными розетками. Вывод под кондиционер. Напротив кровати у нас выводы под ТВ-зону. И у двери, как правило, мы всегда под выключателями делаем розетки, для того, чтобы можно было в каждом помещении подключить пылесос для уборки. Это санузел, площадь которого 6 квадратных метров. Стены уже подготовлены для кладки плитки. Здесь у нас есть вывод под умывальник, вывод под зеркало, под розетку для фена, бритвы. Выводы под гигиенический душ, под унитаз, под радиатор, под душевую, под стиральную машину. Также здесь имеется окно. Вывод под принудительную вентиляцию. Стенки штукатурены пескоцементом. Это важно, чтобы не плеснили. Идем дальше против часовой стрелки и попадаем в следующую спальню. Спальня номер 2, площадь которой 13,5 квадратных метров. Как правило, в стандарте выполнена вся разводка под электричество, прикроватные тумбочки, вывод под кондиционер, выводы под радиатор под окошком и выводы под ТВ-зону. Выключатель и снизу розетка. Также все откосы выполнены из пластика и отшпаклеваны вровень. Окна в наших домах устанавливаются две камеры, три стекла и профиль фирмы Века. Что поможет сохранить ваше тепло, потому что это стандарты, наверное, больше для севера. Но у меня дома стоит одна камера, два стекла и все хорошо. Спальня номер 3 нашего дома, площадь которой 14 квадратных метров. По стандарту разводка под электричество, прикроватные розетки, под кондиционер, точка освещения в потолке, выводы под ТВ-зону и интернет, вывод под окошком под радиатор и у входной двери, вывод под выключатель и под ним розетка. Можно увидеть, что зона примыкания дверей к стене сделана грамотно, чтобы стала обналичка красиво. С этой стороны, рядом с кроваткой, можно поставить какой-нибудь большой шкаф, куда сложить дополнительные свои наряды. Далее мы попадаем в кухню-гостиную, площадь которой 30 квадратных метров. По левую руку у нас рабочая зона кухни, в которой также предусмотрены все выводы под коммуникации. Розетки под холодильник, розетка под духовой шкаф, под дворочную панель, дополнительные розетки для включения электроприборов. Над раковиной у нас располагается окно. Выполнен вывод под вытяжку и в снежной стене кухни-гостиную у нас проходит вент-канал. Между кухней-гостиной в этом проекте предусмотрено окно. Довольно-таки большое, оно служит дополнительным освещением. Как правило, здесь хозяева ставят обеденный стол. Затем идет зона отдыха, диванная зона, также выводы под электричество, под радиатор, розеточки, дополнительный вывод под кондиционер и вывод под ТВ-зону. Из зоны дивана мы можем выйти на террасу. Площадь террасы 12 квадратных метров. На террасе выполнен капитально утепленный навес, в котором предусмотрены точки освещения. Навес послужит вам в дальнейшем защитой от прямых солнечных лучей. Если вы вдруг захотите остеклить террасу, то кровля у вас уже выполнена. Этот дом 97 квадратных метров, который расположен на участке 5,5 соток в коттеджном поселке Лазурном, населенном пункте Юровка, Анапский район. Вы можете приобрести от 6 миллионов 150 тысяч рублей дом предчистовой отделки с коммуникациями и с благоустройством. Также можно отдельно заказать отделку под ключ, то есть ремонт самостоятельным выбором отделочных материалов. Где будет заканчиваться участок, видно по той сетке рабицы. Там уже живет человек, то есть с утра вышел с кофе, смотрит по сторонам, довольно-таки интересно. И вот так вот выглядят участки, которые вы можете сами себе приобрести и уже строить свои дома, на которых сейчас еще нету строения. Я сегодня сам сюда ехал из Анапы, время моего прибытия было 35 минут, ехал через дачи, через Анапскую, то есть вполне себе хорошая дорога и не напряжная. То есть если вы рассматриваете просто себе приобретение дома, место квартированное, что очень хорошо. А теперь давайте посмотрим еще один домик, как он выглядит, но подешевле. Я вам хочу рассказать о доме, который находится в свободной продаже. Участок у нас здесь 5 соток, ширина фасады 20 метров. Дом одноэтажный, 75 квадратных метров. У нас будет центральное водоснабжение, электричество 15 киловатт, уже выполнен септик, индивидуальная выгребная яма, колодец для центрального водоснабжения. По улице здесь будет уложен асфальт, по фасаду будет прикручен евроштакет в цвет кровли, по меже будет сетка рабица. По дорожке здесь оставили пока без асфальта, для того, чтобы можно было достроить близлежащие дома и не повредить его. Также к дому будет асфальтированная дорожка и подходы. Есть водоотведение, сейчас очень много дождей у нас прошло, и вы можете увидеть, что в принципе водичка есть в Орыке, но по всему участку, по близлежащим, этой воды нету. Это большой плюс. Евроштакетник, вот, можете увидеть, как на соседнем доме выполнено, там уже проживают люди, которые заехали, купили себе домик, да, обустроили, сделали навес, подъезд под машину. Вы сможете себе такой же повторить, еще будет с этого участка видно задний их двор, вы тоже на него посмотрите. По фасаду вы можете увидеть два коммуникационных люка, один как раз-таки для подключения центральной воды, второй под септик. По фасаду забор выполнен на бетонном основании, что тоже большим плюсом является, что он не развалится, никуда не денется. Дом у нас стоит на ленточном фундаменте, стены построены из керамзитового блока 250 мм толщиной. По периметру дом утеплен пенопластом пятеркой и наружная отделка, караед и покраска сверху. Крыша металла черепицы, трехслойное утепление. Уже выполнена отмостка вокруг всего дома. По фасаду есть место под калитку и для заезда вашего автотранспорта. Также с правой стороны ставлено место для того, чтобы сделать навес, вот как у соседей сделан, или просто площадку, на которую сможете заезжать своими автомобилями. Для подключения электричества по фасаду будет установлен столб и счетчик на нем. Высота цоколя по дому 50 см. Это у нас входная группа. Очень теплая трехконтурное утепление. Дверь входная фирмы Кель. Очень качественные замки. Снаружи дверь антивандальное покрытие. Снутри сделано вот такую отделку. Либо под нее подбирается дверь, либо, я думаю, что, в принципе, накладку можно будет поменять. Заходим внутрь. Первое, что хочется сразу рассказать, то, что порадовало, тут везде пластиковые откосы и под них сделана шпаклевка-стен. При входе мы попали в холл 6 квадратных метров. Здесь предусмотрена ниша под шкаф-купе, как правило. Также здесь можно установить какую-то тумбу, вешала, раздеться и пройти в любое помещение. А из холла мы попадаем в две спальни, санузел и кухня-гостиная. Щиток. Здесь уже выполнена базовая разводка электрики. В принципе, ее должно хватить, потому что во всем комнатам хватает и розеток, и продумано уже примерно, как будет стоять у вас мебель. Также в холле предусмотрен лаз на чердак, обычный ПВХ-дверца. Туда можно либо сложить какие-то ненужные вещи. Там предусмотрен для дальнейшего обслуживания вашей кровли. Дополнительно по отоплению предусмотрены выводы под радиаторы. И здесь идет разводка теплого пола по всему дому. Спальня номер один, площадь которой 14 квадратных метров. Окна в этой спальне выходят на фасад. Окна большие, здесь будет достаточно много света. Здесь предусмотрена разводка всей электрики. Выводы под радиатор. С этой стороны в спальне место под телевизор. На входе выключатель под розеточку. Выводы здесь, допустим, ставится кровать. Две тумбочки по бокам. И к ним есть подведение электрики. Также вывод под кондиционер электричества, свет. И выводы под радиатор отопления, сделанные под воду. И также выполнены пластиковые откосы. С этой стороны в кровати предусмотрено место под установку шкафа. Сделаны красивые примыкания дверей к стене, чтобы обналичка стала. Вторая спальня этого дома, площадь которой тоже 14 квадратных метров. Аналогично предусмотрена вся электропроводка. Выключатели под ней розетки. Прикроватные розетки, точка освещения и выводы под радиатор отопления. Напротив кровати предусмотрены выводы под ТВ-зону. На место, где у вас либо будет стоять машина, либо под навес. Окна здесь двухкамерные. Для камеры три стекла. Профиль окон выполнен фирмой Века. Это помещение санузел, площадь которого 5 квадратных метров. Стены уже отштукатурные песка с цементом для дальнейшей кладки плитки. Выполнены все выводы под коммуникации. Здесь у нас стоит раковина, выводы под зеркало, розеточки, гигиенический душ, унитаз, душевая кабина и стиральная машина. Как правило, мы предусматриваем в наших домах вентоканалы. В дальнейшем это будет принудительная вентиляция. И также здесь предусмотрено окно в санузле. Оно служит как дополнительное освещение и дополнительное проветривание. Сейчас мы находимся, как я люблю говорить, это сердце дома, кухня-гостиная. У нас квадратура 27 квадратных метров. Должна сказать, что в каждом помещении высота потолков в чистоте 2,90. Потолки выполнены из гипсокартона. В дальнейшем это будет поклейка обоев под покраску. С правой стороны у нас зона кухни. Подведены выводы под коммуникации. Розетка под холодильник, водичка, кабель под духовой шкаф, под варочную панель, кабель под вытяжку. И как вы видите, в смежной стене санузла вент-каналы для вентиляции. Также есть розетка для дополнительного подключения приборов. За моей спиной зона отдыха, то есть диванная зона. Но как правило, здесь выполнены выводы. Выключатель, розетка, дополнительная розетка, вывод под радиатор под окном. Посмотрите, какое просторное, шикарное окно, которое будет добавлять вам много естественного дневного света. На стене выполнены выводы под ТВ-зону и вывод под кондиционер. Дополнительный вывод в зоне кухни под радиатор. Из кухни-гостиной мы можем выйти на террасу, на которой вы можете провести приятное время. На террасе расположена котельная. На самом деле очень классно, когда с кухней можно выйти. Вот на террасу сегодня, на календаре у нас 21 ноября. И в принципе можно, вот, как я вижу, в кофточке выйти, попить кофе, посмотреть по сторонам. Здесь участок ваш заканчивается, как и у соседей. Можете видеть, они вообще у себя все засыпали щебеночкой, поставили маргальную зону. И посадили несколько деревьев, которые будут создавать в них дополнительный уют. Вот здесь уже также вокруг, как я и говорил ранее, выполнена отмостка. И вот на нее сделан в виде ступеньки. Терраса довольно-таки большая. Под нее также сделан вывод уже под электричество и под розетку. Если вдруг вам надо будет подключить какие-либо приборы. Что мне вот нравится, сейчас рассматриваю домик, да, то, что уже многие, знаете, такие детские косяки, которые были раньше в строительстве, здесь, в принципе, преодолены. И не за что так в основном зацепиться. В принципе, хороший, добротный дом, в который можно приехать и жить. Это радует очень сильно. Наличие небольшого участка, это больше плюс для меня. Потому что, допустим, в моем ритме жизни нет никаких мест для того, чтобы заниматься огородничеством. Кто хочет дополнительную землю, можно здесь где-нибудь еще в районе покупать какой-нибудь огород. То, что здесь центральная вода. Терраса, которая выходит на задний двор, площадь террасы порядка 18 квадратных метров. Также вы можете увидеть, что на террасе выполнен капитальный утепленный навес. В дальнейшем, если вы захотите остеклить террасу, то есть кровля у вас уже предусмотрена. На террасе расположена котельная, площадь которой 4,5 квадратных метров. В котельной предусмотрены вывод под отопительный электрический котел, гребенка теплого пола, вывод под радиатор, разводка электрики. Также здесь предусмотрено окно. По фасаду на участке будет забор из евроштокета, а по меже будет натянута сетка рабица. Дом в таком виде, в предчистовой отделке на участке 5 соток, с коммуникациями, с благоустройством, вы можете приобрести уже сегодня и сейчас от 5 миллионов 700 тысяч рублей. Если вы приобретаете дом в предчистовой и не хотите сами заморачиваться с ремонтом, вы можете заказать ремонт в нашей компании, соответственно, выбрать все отделочные материалы на свой вкус. Друзья, спасибо вам за приятное времяпровождение. Надеюсь, я была вам полезна. Хочу напомнить, что у нас есть дома в свободную продажу от площади 75 квадратных метров до 110 квадратных метров. К примеру, первый дом по этой улице с июня месяца уже живут наши заказчики. Далее два крайних дома по этой же улице тоже живут уже заказчики. И дом, который мы с вами обозревали вторым, там тоже живет наша заказчица. И дальше по коттеджевому поселку еще два дома, в которые тоже уже заселились. Если вас интересует строительство, здесь есть участки свободные. Хочу напомнить, вы можете выбрать наши проекты на нашем YouTube-канале, посмотреть их обзор и на нашем сайте. Все ссылочки будут в описании. Если вы задумались о переезде, о покупке или строительстве дома, звоните, пожалуйста, по номеру телефона, который указан в описании. Всегда будем рады вам ответить, помочь и рассказать все-все-все очень подробно. Вообще в поселке Юровка газ есть. И здесь вот ближайшие дома, которые мы там можем увидеть, они газифицированы. В дальнейшем в этом поселке могут собраться жильцы и написать общее заявление о том, что они хотят газификацию. По у нас программе газификации к ним обязаны к дворам подвезти газ. Но его сейчас нету, дома продаются электричеством. Все было рассказано как есть. Честно, очень много таких плюсиков, которые есть. Минусов особых я не увидел, но я думаю, что наши диванные критики всегда смогут все проанализировать, найти и написать. А мы ваши комментарии почитаем потом. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что обзор был полезен и интересен. Жду вас в комментариях. Ну, а также делитесь информацией со своими друзьями и знакомыми. Теми, кто мечтает переехать, жить поближе к морю. Тем более здесь вы будете жить между двумя морями. Черным и Азовским. Все рядышком. Еще надо было отметить, что здесь, допустим, для любителей рыбалки большие просторы. Потому что недалеко находится сама речка Кубань. И также есть, допустим, хутори Черного озера. Прекрасные для ловли, но там они платные. Так что ждем вас на Кубани, ребята. Прекрасный. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok